Дорогие земляки, обануденцы и гости нашей республики, от всей души поздравляем всех вас с нашим любимым праздником, праздником Белого Месяца! Кульминацией открытия грандиозных юбилейных торжеств Сагалгана стало зажжение огня. Являясь у бурят священной и живой стихией, в первые дни Белого Месяца костер символизировал очищение и чистую веру. С этого священного обряда на лестничном каскаде физкультурно-спортивного комплекса празднично открылось сегодняшнее событие – 25 лет со дня официального признания статуса народного праздника Бурятии Белого Месяца. Встреча гостей и старейшин сопровождается преподнесением белой пищи и ходаков. Участники народных фольклорных коллективов проводят символичный обряд очищения. В подготовке праздника участвовали более двух тысяч человек – профессиональные артисты и представители народных художественных коллективов со всей республики. В общей сложности площадки юбилейных мероприятий Сагалгана посетили около четырех тысяч жителей и гостей столицы. Для нас это, конечно, новый формат, очень сложный с точки зрения организационной, но мы надеемся, что все получилось достаточно хорошо. И, конечно, сегодня мы рады тому, что откликнулись активно муниципальные районы и нон-стопом выступают с 12 часов дня до 7 часов вечера, выступают коллективы муниципальных районов. Мы рады тому, что удалось организовать большой детский Сагалган, праздничный концерт. Не так часто мы имеем возможность увидеть детские коллективы во всей своей красе, и это действительно тоже удалось. Мы рады тому, что сегодня здесь представлены общественные организации, все те, кто занимается сегодня возрождением, сохранением и развитием бурятской культуры, бурятского языка. Мы рады, что у жителей города и у гостей столицы появилась возможность познакомиться с деятельностью этих общественных организаций. Есть возможность записаться на курсы бурятского языка, проводятся различные мастер-классы. И, конечно, рады сотрудничеству с общественными организациями, которые занимаются возрождением традиционных игр бурятского народа. Шагэ, Шатар, Хэршалган. Сегодня они набирают все большее обороты. И, конечно, в этом смысле 25 лет, которые прошли с момента возрождения Сагалгана, придания ему статуса государственного, народного. В принципе, мы, наверное, сегодня видим эти результаты, что за 25 лет было сделано очень много. Сегодня все коллективы, все учреждения, организации показывают всю мощь, которую они нарастили за эти 25 лет. Я думаю, что это очень хороший и важный показатель для нас. Сохранение культуры и традиции – это является неотъемлемой частью деятельности, скажем, конкретного каждого человека. Мы хотели, чтобы жители республики не просто посмотрели концерты или представления, а сами окунулись, сами почувствовали важность своего личного отношения к этому мероприятию. И хотим, чтобы вот это мероприятие дало определенный толчок для того, чтобы люди снова заинтересовались и записались на различные курсы, кружки, секции, которые занимаются возрождением и развитием культуры. Для всех желающих были организованы мастер-классы по художественной обработке войлока, металла, бересты, старобурятской живописи и каллиграфии. К вниманию зрителей были представлены выставка сувениров народных художественных промыслов, монгольских каллиграфистов, презентация интерактивных проектов по бурятскому языку, выставка продажа литературы писателей Бурятии. Наибольший интерес вызвали спортивные состязания по традиционным бурятским играм. Об этом мероприятии мне рассказал отец. Мы пришли с ним вместе. Белый месяц для нашей семьи – большой праздник. В эту игру я не играла более 15 лет, поэтому сейчас правила вспоминаю. Сейчас вот во втором круге буду играть. Надеюсь, что мне повезет. Научиться этим навыкам развивать кости, в основном эти мужчины все учились у своих отцов. Отец учат сына, сын учат своего сына. И вот так вот из поколений в поколение. Специально в Сагинске приехали пятеро пацанов участвовать в этом конкурсе. Мы у себя дома тоже проводили эти игры. На жеребьевке вытянул 85-й номер. Это в конце уже сложно, когда большие кости остались. Но я все равно сломал кости и перешел в следующий круг. Специфика – азарт. Туда чувствую посмотреть, почувствовать и силами мериться. Не оставила равнодушных детское театрализованное представление с участием лучших художественных коллективов, а также артистов театров и цирковой школы. Для младшей аудитории Республиканский центр «Созвездие» вместе с Национальным музеем посвятили выставку детских рисунков и мастер-класс по рисованию. Со своими коллегами в Музее истории Бурятии провели обмен опытом. Приехали на два дня и повезло посетить такой праздник национальный, народный. Мне очень приятно. И понравились выставки, игры национальные. Все в национальных одеждах. По буддийскому календарю у нас тоже есть праздник цага. Мы встречали в феврале с 18-го на 19-е. В это время в Туве у нас проходят национальные игры. И сейчас я смотрю, у нас много схожих игр. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить Национальный музей Бурятии за гостеприимство. Я посмотрел работы мастеров прикладного искусства из серебра, ножи, украшения. Мне понравились. Понравился бурятский мастер, который показывал свои работы. Рассказал, что знает тувинских коллег. Это очень приятно. На протяжении всего дня артисты театра «Кукол Ульгер» Государственного цирка Бурятии выступали с детскими программами. Параллельно живым аккомпанементом служил оркестр бурятских народных инструментов Колледжа искусств имени Чайковского. Я родилась в Красноярском крае, в районе, куда ссылались кулаки в 30-е годы. И потом уже после войны туда приехали ссыльные поволжья. То есть я росла в такой удивительной многонациональной среде. Вся Прибалтика. Латыши, литовцы, эстонцы, чуваши, мордва, белорусы, хохлы, как мы говорили, калмыки, буряты. И вот тогда вообще у нас там не было вопроса национального, потому что все были объединены одной бедой. В дни празднования Сагалдин у бурят вообще двери не закрывались. И бурят считал своим долгом принять всех своих односельчан. Ну вот и сегодня, я думаю, происходит то же самое. То же самое здесь, вот, в национально-культурные центры нашей республики, которые в свое время мы создавали в 90-е годы по инициативе Анатолия Михайловича Дерштейна. Чтобы районы сегодня здесь, большинство районов представлены, приехали со своими творческими коллективами. Творческие коллективы у нас, творческий уровень их достаточно высок. И я думаю, что это не благодаря, а вопреки политике, культурной политике у нас в Бурятии. Нам очень тяжело живется, очень тяжело живется. Нам никогда легко не жилось, но сейчас особенно тяжело. Я хочу всех еще раз поздравить с Агалдином, с годом овечки. Овечка пухленькая, беленькая, пушистенькая животная, но не безобидная. Поэтому я хочу, чтобы у всех все в жизни в этом году, чтобы было задумано, чтобы все свершилось. Мы решили, что здесь будет все-таки весь цвет Бурятии. Все-таки отмечается 25-летие официального празднования Саралана. Наступает Новый год, год овцы в этом году. Зеленый овцы наступает. А если еще сказать во-вторых, то это Саралан, это наши традиции, это наши обычаи. И каждый бурят должен знать свои традиции и обычаи и отмечать этот праздник. Именно как мы отметим Саралан, так и весь год пройдет. То есть у нас в Сагате отмечают Саралан так. Первый день Саралана это отмечают, а до этого детский Саралан у нас происходит. То есть дети из дома в дом ходят, собирают конфеты. А считается, что если дети собирают конфеты, они приносят радость в дом. Из-за этого родители, ну все взрослые, готовятся к празднику, покупают много килограммов конфет. Вот, например, в этом году у нас 250 человек ходило, детей из дома в дом. Вот такое вот у нас село от Сагат. Какая культура многогранная, наша национальная, бурятская культура. Там и театр Улигер выступает, тут выступают народные коллективы. Там на сцене идет детский Саралан, как я вот заметила, заходила. Центральным украшением 25-летия Сагалгана стало гала-представление с участием мастеров академического искусства, эстрадного и народного творчества Республики Бурятия. Разрешите мне от всего сердца поздравить вас с юбилейной датой, 25 лет возрождения нашего исторического праздника Сагалгана, который далеко уходит своими корнями в историю Республики Бурятия. Именно 25 лет назад этот праздник вновь возродился и стал всенародным праздником. Причем этот праздник объединил все народы, проживающие в Республике Бурятия. Он любим. Хорошей традицией, заложенной этим праздником, это честовать старшее поколение. Оно сегодня расцветает. Именно месяц, белый месяц отводится на то, чтобы младшее поколение могло посетить своих родителей, дедушек, бабушек, для того, чтобы поздравить их с праздником, поинтересоваться о здоровье. И эти традиции, конечно же, позволяют нам воспитывать очень толерантную и очень уважительную молодежь. Во всех школах, во всех детских садиках уже модно, современно преподавать и изучать бурятский язык. И это очень важно. Мы создаем во всех районных центрах именно центры по глубокому изучению бурятского языка. Это будут профильные школы и профильные детские садики, куда будут поступать детишки, которые хотят глубоко знать и потом, может быть, стать профессионалами бурятского языка. И мне очень радостно, что здесь звучит бурятский язык, здесь танцы, песни, стихи, все звучит на бурятском. По завершении гала-концерта на площади физкультурно-спортивного комплекса всенародным хороводом Йохар Наданом вокруг чаши Зула увенчались торжества, посвященные юбилею 25 лет со дня официального признания народного праздника Сагалгана в статусе государственного. Одежда ведущему предоставлена магазином женской одежды Love Republic. Продолжение следует...